По результатам работы за январь-июнь в Бобруйске выполнено большинство доведенных ключевых показателей и заданий. Выросла зарплата. Средняя – 1714 рублей. В экономику инвестировано более 177 миллионов. Обеспечена прибыльная работа реального сектора экономики – более 66 миллионов. Сократилось количество убыточных организаций. Сохраняется высокий удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной – 17,3%. Самый высокий показатель за последние 13 лет. Выше среднеобластных сложились показатели по совокупному поступлению доходов в бюджет города, индексу промышленного производства, уровню отгруженной инновационной продукции, рентабельности продаж и рентабельности реализованной продукции, удельному весу убыточных организаций. Эффективно сработали, обеспечив все показатели бизнес-планов ТАИМ и фабрика художественных изделий. Большинство прогнозных значений развития достигают Красный пищевик, комбинат хлебопродуктов, завод биотехнологий, Бобруйск-Сельмаш, мясокомбинат, типография имени Непогодина. Кроме того, отмечается рост инвестиционной активности. Среди основных направлений – модернизация и техническое перевооружение промышленности. Осваиваем много новой продукции на вновь введенном оборудовании. По итогам 2024 года мы уже покажем значительные результаты в этом направлении. Будем осваивать новые виды навесного и прицепного оборудования, как к нашим тракторам, производимым на нашем предприятии, так и к тракторам Минского тракторного завода. В первую очередь это сельхознаправление, плуги, фрезы, также и коммунального направления, снегоочистители, различные модификации пескоразбрасывателей. Во внешнеторговой сфере увеличены показатели по экспорту товаров. Основным торговым партнером остается Россия. Лидирующие позиции занимают поставки продукции нефтехимии, машин и оборудования и транспортные средства продовольственных товаров. Значительно выросли экспортные поставки в страны Африки в 4,2 раза, к аналогичному периоду прошлого года. В Китае более чем в 5. Есть необходимая база для оказания экспорта строительных услуг. Так, в четвертом квартале текущего года прогнозируется рост экспорта строительных услуг Бобруйским заводом КПД плюс 2 миллиона долларов. Также дополнительно необходимо активизировать работу управления экономики совместно с администрациями районов, с вновь зарегистрированными организациями по поиску резервов роста экспорта, включая расширение партнерской сети и перечни оказываемых услуг. В первом полугодии есть рост предпринимательской активности. Создана 91 коммерческая организация, 18 в сфере производства. 207 человек зарегистрированы в качестве ИП. Не остались без внимания вопросы строительства, экспорта услуг, розничного товарооборота, восполнения кадров и аспектов ускоренного социально-экономического развития города. На заседании акцентировали внимание руководителей на выполнение поставленных задач, чтобы исправить проблемное направление и закрепить положительную динамику развития экономики Бобруйска. Роман Костюков, Максим Калинин, Бобруйск, 360.